Путешествия во времени веками интриговали людей. Сама мысль, что возможно вернуться в прошлое или заглянуть в будущее, разжигает любопытство и пробуждает воображение. Эта идея будоражила умы ученых задолго до появления современных блокбастеров в духе «назад в будущее» или «Интерстеллар». И хотя мы признали, что машина времени – это скорее фантастика, чем реальность, все же нашлись люди, кто утверждает, что пережили опыт перемещения во времени. С вами канал ТОПФАКТС и наша сегодняшняя подборка сюжетов об очевидцах временных дыр. Вы верите, что кто-то подробно рассказывал о событиях до того, как они произошли? Желаю всем приятного просмотра и мы с вами сейчас проверим, а вдруг путешествия во времени действительно существуют. Вы думаете, люди, которые пытаются создать машины времени, интересуются историей или природой? Нет, их цели чаще всего меркантильная. Например, баснословные выигрыши в лотерею. В начале 95 года Майк Маркум, 21-летний студент электротехнического факультета из штата Миссури, задумал изобретение машины времени. Он хотел разбогатеть за счет выигрышных номеров лотереи из будущего. Фактически, он не был специалистом-физиком, но устроил на участке около дома свалку бытовой техники для экспериментов. Детали старых телевизоров, радиоприемников, компакт-дисков, как он думал, помогут ему преодолеть время. За основу он взял популярный прибор-лестница и Акува. Интерактивный экспонат, который демонстрирует возникновение высоковольтной электродуги и постоянно апдейтил свою самодельную электронику. Чтобы сделать мощнейший трансформатор, он использовал металлические вешалки для одежды. Все это было довольно опасно, а перепад давления и температуры могли испортить опыты в любой момент. Однако нечто интересное все же произошло. Майк утверждает, что видел круговой вихрь до 8 дюймов в поперечнике. Он решил бросить в него стальной винтик, и тот каждый раз исчезал и снова появлялся через секунду, но уже на расстоянии. Майк считал, что металл переносится на короткий промежуток во времени, опережая его и вновь появлялся, когда время настигало. Воодушевленный успехом, он задумал построить машину покрупнее лестницы и Акува. Хотя задача казалась невыполнимой, стандартное бытовое напряжение в США составляет 120-240 вольт, а ему требовались тысячи. Прежние приборы не справлялись и, наконец, в результате возгорания разрушились. Но Майк не испугался и понял, что ему нужен более мощный трансформатор. Однако покупка обошлась бы примерно в 20 тысяч долларов за штуку. Потому безбашенный студент решил позаимствовать шесть старых трансформаторов с местной электростанции. Ему это блестяще удалось, но когда он включил рубильник, без света на несколько часов остался весь район. Вскоре прибыла полиция с ордером на обыск и взяла его под стражу за кражу трансформаторов. На суде Майк зачем-то раскрыл весь свой замысел о лотерее. Возможно, чтобы его сочли сумасшедшим и не наказывали строго. Не знаю. Выйдя из тюрьмы через пару месяцев, Майк стал звездой местного радио со своими историями об исчезающем винтике и смелых амбициях. Создать машину времени и учредить центр исследований. Известное радиошоу Артабелла часто затрагивало паранормальные темы, и они окрестили чудака Безумец Майк. Во время прямого эфира Майк сообщил аудитории, что ему нужны запчасти, но у него нет денег, даже продиктовал свой номер телефона. И следующие три дня аппарат не умолкал. Благодаря пожертвованиям от слушателей, его следующий проект стал еще масштабнее. Майк хотел использовать устройство на себе, чтобы проверить, а достаточно ли большой электромагнитный вихрь оно создает, чтобы через него мог пройти человек. В 1996 году на том же радиошоу Майка спросили, что он возьмет с собой в путешествие во времени. Он ответил, что отправится туда со своим телефоном и осталось лишь 30 дней до завершения проекта. И вот тут-то и начались настоящие чудеса. Через год в 1997 году Майк таинственно исчез, и больше о нем никто не слышал. Вскоре слушатель радиошоу поделился странной историей. На пляже в Калифорнии полицейские обнаружили труп мужчины, погибшего в 1930-е годы. Мужчина находился внутри странной металлической трубы и, судя по всему, был там раздавлен. Рядом с телом был обнаружен предмет, похожий на сотовый телефон, откуда ему взяться в 30-е годы. Пошли слухи, что это мог быть Майк, и его круиз во времени закончился крахом. Однако Майк, похоже, снова появился в сети в 2022 году, опровергая гипотезу. Мало того, появились сообщения о том, что он давал свое третье интервью на местной радиостанции в 2015 году. В феврале того же года пользователь под ником RealMadManMarcum, подлинный безумец Маркум, разместил в блоге о паранормальных явлениях следующее сообщение. «Ходят слухи, что я умер в путешествии во времени. Кто бы их не распускал, знаете, в Калифорнии был найден не я, а какой-то школьник». На вопрос о намерениях относительно машины времени он сказал «На данный момент дело встало, пока я не получу инверторы». Хотя поклонники призывали его предоставить доказательство того, что он и есть настоящий Майк Мэдмен, они ничего не получили. Таким образом, до сих пор остается загадкой, а жив ли Майк? Кто-то считает, что он просто сменил имя и решил вести скромную жизнь вдали шумихи. А кто-то верит, что эксперимент с машиной времени был успешным. Хотя большинство физиков не верят в возможность путешествия времени, в теоретической науке разрабатывались некоторые гипотезы, и ученые пришли к выводу, что создать их в теории достижимо, а на практике довольно сомнительно. Как знать, может именно мы с вами станем свидетелями открытия, когда машину времени наконец изобретут официально. Согласно теории относительности по Эйнштейну, время фундаментально связано с пространством, это в некотором роде единая материя. Когда особо массивные объекты приближаются к гравитационным полям, они могут вызвать расширение, то есть замедление времени. Это явление продемонстрировали эксперименты с атомными часами в быстро движущихся объектах или сильных гравитационных полях. Тем, кто интересовался путешествиями во времени, знакомо понятие «петля времени» или «замкнутые кривые». Гипотетически в пространстве существуют взаимосвязанные точки, которые позволяют объектам или людям перемещаться в прошлое и возвращаться в начальную точку. Некоторые решения общего уравнения относительности, например, метрика Гёделя, предполагают, что существуют альтернативные вращающиеся миры. Однако допущение теории о вмешательстве в прошлое породило массу сопутствующих проблем и временных парадоксов. Самым известным из них является парадокс убитого дедушки. Это умозрительный эксперимент, в котором человек возвращается в прошлое, где убивает своего дедушку до рождения своих родителей и само путешествие в прошлое. Все нелогичные выводы относят к парадоксам, и они требуют тщательного изучения. Физики из Технологического института Массачусетса создали теории, предполагающие использование квантовой телепортации. Они хотели разобраться, что путешественник во времени может и не может сделать. Но все же, пока формулы существуют лишь на уровне теории. Сегодня все больше научных гипотез подтверждают, что другие вселенные параллельны нашей возможны. Пока наиболее противоречивой считается научная теория мультивселенной. Вы когда-нибудь задумывались об истинных размерах космоса? Все эти бесчисленные галактики с триллионами звезд внутри кружатся в космосе миллионы лет. При изучении моделей Вселенной ученые попытались высчитать окружность Вселенной и выяснить, что она может составлять 7 миллиардов световых лет. Пускай научные теории в некоторых случаях подтвердили идеи о том, что существуют миры вне нашего, параллельные или удаленные от него. Но не доказали саму возможность выхода за пределы того, что мы видим в физическом времени, в котором мы живем. Идеи мультивселенных и параллельных Вселенных часто обсуждаются вместе с такими важными научными теориями, как теория струн и теория Большого Взрыва. Теория струн предполагает, что элементарные частицы в нашем четырехмерном пространстве времени являются всего лишь колебанием космических струн в одиннадцатимерном пространстве. Важно отметить, что и эти концепции не поддерживают идею путешествия между разными мирами. С точки зрения физики это во многом кажется невозможным. Давайте для начала примем во внимание такие препятствия, как энергетические потребности. Современные технологии еще не достигли уровня, чтобы путешествовать со скоростью света и выше. Большинство теорий перемещения во времени выдвигают потребность в отрицательной массе или энергии, но ни того ни другого нельзя найти в нашей Вселенной. Мы даже не можем себе представить, что такое отрицательная материя. И само понятие означает, что где-то должно быть хранилища для всех этих антиматерий. Возникает еще один парадокс – ничто должно храниться в нигде, а мы живем в материальном мире. Также мы мало что знаем о темной энергии темной материи, потому что вооружены лишь идеи о квантовой гравитации. У нас нет подтверждения, а наши познания ограничены, понимание и вовсе недоступно. Когда дело доходит до путешествий во времени, мы сталкиваемся с концепциями и энергией, которые не можем даже понять, не говоря уже о том, чтобы использовать. Все просто только в кино, когда герои запрыгнули в машину времени и ввели дату назначения. Если такие вещи и происходят, как утверждали некоторые люди, то явно вопреки их намерениям, а под действием тех самых неизученных нами сил и миров. А вы слышали о загадочном случае с сэром Виктором Годдардом? Маршал авиации сэр Роберт Виктор Годдард случайно перенесся на 4 года в будущее. В 1935 году он служил командиром летной эскадрильи и получил задание обследовать заброшенную авиабазу в Шотландии недалеко от Эдинбурга. Пролетая над базой, сэр Годдард заметил, что она в плохом состоянии. Сквозь трещины асфальта проросла трава, и на ней пасся Скотт. Он понял, что авиабаза совершенно заброшена, но дальше его план Б настиг страшный шторм. Сильный ветер, грозовые тучи странного коричнево-желтого оттенка захватили самолет. Он потерял управление и почти свалился в штопор, однако в последний момент выровнялся и вылетел из бури на яркий солнечный свет. Ужасный шторм вдруг превратился в тихий ясный день. Взглянув вниз, он увидел ту же самую авиабазу, но теперь она была в отличном состоянии и даже в эксплуатации. Механики в синих комбинезонах работали на желтых самолетах, припаркованных на взлетопосадочной полосе. Странно, но эти самолеты отличались от тех, что использовали ВВС в 1935 году. Годдард не смог опознать ни одну из этих моделей. В то время механики носили форму цвета хаки, а самолеты были окрашены в серебристый цвет. Он совершенно не понимал, как могла картинка измениться за такой короткий промежуток времени. Сэр Годдард, должно быть, приложил все усилия, чтобы объяснить свой необычный опыт и убедить остальных, что он не испытал приступ буйного помешательства в воздухе. И что вы думаете, когда он вернулся туда четыре года спустя, в разгар Второй мировой войны, его ожидал шок всей его жизни? На авиабазе, которую инспектировал ранее, он узнал именно то, что видел четыре года назад. Тех же механиков в синих комбинезонах, работающих на желтых самолетах. Он даже нашел самолет, который раньше не мог узнать. Майлз Магистр. Скептики полагали, что летчик тогда заблудился, просто приземлился в другом месте в 1935 году, а не на заброшенной авиабазе. Но все детали, описанные им совпали. Самолет Майлз Магистр совершил первый полет в 1937 году, на два года позже того, как Годдард его увидел. Цвета униформы механиков и самолетов тоже ввели позднее 1935 года. И странная буря, которая внезапно утихла и открыла яркий солнечный день, все это указывает на сверхъестественный опыт, который невозможно взять и просто объяснить. Причем, сэр Годдард был не единственным человеком, который утверждал, что случайно перемещался во времени. Сразу три человека заявили, что видели гости из прошлого. В 1988 году журнал Strange Magazine опубликовал статью Кена Мо под названием «Путешественник во времени». 20 октября 1969 года мужчина с инициалами Эл Си и его деловой партнер Чарли ехали по шоссе 167 в сторону города Лафайет в штате Луизиана. Был прекрасный день, на часах 13.30 они опустили стекла в автомобиле и наслаждались ветерком на свободном шоссе. Как вдруг заметили, к ним медленно приближался автомобиль корпусом, похожий на черепаху. Рассмотрев его ближе, они поняли, ретро-машина лишь выглядела как антиквариат, но находилась в новом состоянии, словно экземпляр из шоурума. На большом оранжевом номерном знаке стояла дата 1940 год. Стало очевидно, что такую старинную машину по законам нельзя было допускать на дорогу. За исключением разве что особых церемоний. Еще интереснее, машина вела молодая леди в очень странном наряде. На ней было винтажное платье 40-х годов, шляпа с цветными перьями и меховое манту. В 1969 году так уже не одевались. На пассажирском сидении сидел малыш в тяжелом пальто и кепке. Одеты они были оба не по моде и не по погоде, и в автомобиле к тому же были закрыты окна. Когда мужчины смогли разглядеть лица, то прочли на них ужас и панику. Женщина выглядела совершенно растерянной и постоянно оглядывалась взад и вперед, словно потерялась или срочно нуждалась в помощи. Мужчины крикнули, нужна ли ей помощь, на что она кивнула «да» и растерянно изучала их машину сверху вниз. Даже посадка автомобилей 40-х была намного выше, чем в 60-х. И раз у нее были закрыты окна, то она не могла услышать, что ей говорят. В какой-то момент Элси жестом указал ей припарковаться на обочине, и она после нескольких взмахов наконец поняла. К их шоку и удивлению, когда они остановились и обернулись, той машины не было видно. Шоссе 167 – это открытая дорога, и спрятаться там негде. Машина-черепаха будто бы просто растворилась в воздухе. Тем временем перед ним припарковался автомобиль, который прежде ехал за старинной машиной. Водитель подошел спросить, что случилось с авто перед ним. Он был настолько сбит с толку, что подумал, что произошла авария, и одна из машин слетела с дороги. Трое мужчин обменялись впечатлениями об увиденном, а также номерами и адресами, чтобы подтвердить, что это все не было плодом их воображения. Интересно, что стало с путешественниками во времени? Та женщина и ребенок навсегда застряли в подвешенном состоянии или вернулись обратно в сороковые? А вот еще одна история, когда люди стали свидетелями событий на 11 лет раньше, чем те произошли. Этот сюжет даже попал в литературу. Его описали авторы Рон Эдвардс, Колби и Джон Маклин в маленькой гигантской книге «Жутко острых ощущений». В 1932 году репортер Бернард Хаттон и фотограф Иоахим Бранд делали материал о Гамбургской верфи в Германии. После окончания работ они собирались покинуть здание, как вдруг звук авиационных двигателей заполнил пространство. Они посмотрели вверх и увидели небо, полное истребителей. Те сбрасывали бомбы, они взрывались, а с земли начала стрелять зенитная батарея. В мгновение ока район превратился в зону военных действий. Повсюду воцарились хаос и смерть, здания рушились. И перед тем, как выбежать на улицу в попытке спастись, Хаттон спросил охранника, что они могут сделать, на что им приказали немедленно покинуть это место. Каким-то чудом им удалось выбраться и двинуться в сторону Гамбурга. Но, приехав в Гамбург, они не нашли ни следов нападения, ни паники. И со стороны верфи не доносилось ни дыма, ни звука воздушных ударов. Все было тихо, мирно и в полной сохранности. Как и ожидалось, в редакции газеты им не поверили, и кто может их винить. На фото, которое они сделали во время нападения, все выглядит нормально. Коллеги сочли, что эти двое крепко выпили и стали жертвой галлюцинаций. Незадолго до начала Второй мировой войны Бернард Хаттон переехали в Лондон. И одно утро 1943 года повергло его в настоящий ступор. Он прочитал в газете про налет эскадрильи ВВС на Гамбургскую верфь. Детали происшествия самым сверхъестественным образом повторяли сцену, которую они с фотографом Брандтом наблюдали 11 лет назад. Он даже подумал, а вдруг это был чей-то ужасный розыгрыш. Но нет, к сожалению, это была страшная правда. И вряд ли совпадение, судя по всем мельчайшим подробностям. Прежним очевидцам паранормальных сдвигов во времени не удалось убедить в своей правоте даже современников. Но одному человеку все же посчастливилось сделать себе имя. Все дело, видимо, в авантюрном складе личности. 28 января 2003 года некто Эндрю Карлсон был арестован ФБР по подозрению в инсайдерской торговле. Видите ли, всего за две недели на фондовом рынке Эндрю со стартовым капиталом 800 долларов сделал колоссальное состояние в 350 миллионов. В общей сложности он совершил 126 сделок с высоким риском, не потеряв ни копейки. Казалось, все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Как в легенде про жадного греческого царя Мидаса. Получить такую прибыль на бирже нереально, им заинтересовалась комиссия по ценным бумагам. Эндрю было предъявлено обвинение в мошенничестве и инсайдерской торговле. На допросе ФБР дело приняло неожиданный поворот. Уже находясь в тюрьме под стражей, Эндрю заявил, что он – пришелец из 2256 года и утверждал, что точно знал прогнозы по акциям. Мистер Карлсон также заверял, что может доказать свои способности путешествовать во времени. Якобы он знал о точном местонахождении Усама Бен Ладена и эффективном лечении СПИДа. Естественно, полицейские не поверили его рассказам. Шутил ли этот парень, лгал ли, но он сразу же исчез после выхода под залог. Несмотря на многочисленные усилия федералов, все поиски оказывались тщетными. Вы скажете, подумаешь, поделал паспорт и скрылся на Каймановых островах, так делают абсолютно все аферисты. Но самое интересное, что и появился он также загадочно в начале 2000-х. До этого не нашлось никаких записей или документов из его детства и жизни, ни свидетельства о рождении, ни школьных записей, медицинских карт, водительских прав, ничего. Человек пришел неоткуда и пропал в никуда. Если он не смог убедить следователей, даже если у него были поддельные документы, в те годы уже вроде использовали биометрию или нет. Многие согласились, что он был просто прирожденным мошенником, который просто смог обмануть всех. И опять один интересный факт ломает гипотезу. Эндрю правильно предсказал точную дату вторжения США в Ирак. А что вы думаете на этот счет? У меня такой вопрос возник. Если он собирался забрать эти деньги с собой в будущее, то каким образом? Давайте разберемся в комментариях, смело пишите свои соображения. Ну а на этом сегодня наш выпуск подходит к концу, друзья. Это был выпуск про самых невероятных путешественников во времени, все, что известно на данный момент. Если вам он понравился и вы хотите увидеть что-то подобное, следующую часть, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ТОП ФАКТС. И прямо сейчас можете посмотреть два наших предыдущих топовых выпуска, которые уже появились на вашем экране. Большое спасибо за просмотр.